Только в двухмерном пространстве масса, скорость и время становятся гармоничными в своем взаимодействии. Но я боюсь прийти к выводу, что наша вселенная – плоскость. Меня пугает эта правда. Альберт Эйнштейн Кто не смотрел первую часть, обязательно посмотрите по ссылке в описании. Там я предоставил целых 50 доказательств, что Земля не шар обратно. В первой части было достаточно аргументов, но доказательств так много, что я решил сделать вторую часть. И прежде чем поставить дизлайк, досмотрите это видео до конца. И первый вопрос. Почему небо синего цвета? Если вы были в таком большом аквариуме, то думаю вы знаете ответ. Прозрачный купол, который стоит над землей, наполнен водой. Небо синего цвета, потому что оно отражает цвет синей воды. Но вы можете возразить, но вода же в стакане прозрачного цвета. Вода не имеет цвета, а если море голубое, то значит синее небо отражается. Но это заблуждение. В стакане вода прозрачная. Но на самом деле, она имеет голубой цвет. В этом можно убедиться, если налить воду бассейн. Дело в том, что белый цвет, например от солнца, имеет инспектор цветов. И если сложить все цвета радуги, то получится белый цвет. Это вне моего понимания, но это так. И синий, и зеленый, и красный цвет одновременно в глазу. Они суммируются, эти цвета, и получается результирующий цвет. Какой? Внимание. А в итоге получается белый. И это смешение цветов называется аддитивным. А молекулы воды поглощают красную и зеленую часть спектра. Остается только синяя. Вот поэтому мы воспринимаем воду в больших объемах, как синюю жидкость. Но около берега можно заметить, что вода зеленоватого цвета. Вот только цвет воды не изменился. Дело в том, что на берегу обычно обитают какие-то водоросли, плавают какие-то растения. И вся эта живность содержит хлорофилл. Хлорофилл это пигмент. Он окрашивает растения зеленый цвет. Почему именно зеленый? Потому что он наоборот оставляет зеленую часть спектра, а не синюю, как вода. Поэтому берега бывает зеленоватого цвета. А вот еще одно доказательство, что над землей находится купол. В центре мы видим солнце, а по краям отражение солнца в стеклянном куполе. Мы можем получить точно такой эффект, если посветить в стакан с водой. И на краях стакана тоже образуется отражение света. А как насчет таких мест, как Аляска, где периоды солнечного света составляют 24 часа, с меняются месяцами полной темноты. Как было показано ранее, солнце действует, как прожектор, вращаясь вокруг Земли. Обратите внимание, насколько уже стало темное небо, даже если солнце все еще хорошо видно в небе над ним. Во время летнего солнцестояния, солнце никогда не заходит полностью, так как оно всегда будет вращаться близко к центру Земли. А что насчет захождения солнца? Сейчас мы покажем, как выглядит целый день в Мурманске летом. Итак, 7 утра, 8 утра, 9, 10, 11, полдень, 13, 14, 15, 16, 17. Обычная мурманская погода, 18 часов, 19, 20, 21, 22, 23 часа, пора спать. Полночь, час ночи, самое темное время суток, 2 часа ночи, 3 часа ночи, 4 утра, 5, 6 и 7 утра. И так все заново. Так происходит в течение двух месяцев. Летом в Северном полюсе все время видно солнце, а зимой наоборот нет солнца. И объяснить это можно только с моделью карты плоской Земли. Экватор – это самое теплое место на Земле. И при наклоне шара на 23,4 градуса лучи солнца не попадают на экватор. Это не имеет никакого смысла на шарообразной Земле. Но если взглянуть на карту плоской Земли, то отчетливо видно, как Солнце и Луна вращаются над экватором. Поэтому экватор – это самое теплое место на Земле, и это имеет смысл только на плоской Земле. Также на карте плоской Земли можно объяснить, почему ледники находятся только в северной части и южной вокруг Земли. Но на глобусе невозможно объяснить, почему экватор – это самое теплое место на Земле, и почему ледники находятся на разных полюсах, ведь Земля наклоняется. Антарктида – это самое охраняемое место, так как это край Земли. Но туристы все же туда едут за большие деньги, однако они все время находятся под наблюдением, якобы в целях безопасности. Астронавты физически не смогли бы перенести полет. Дело в том, что на расстоянии 800 метров от Земли есть радиационный пояс Ван Алина. Это зона интенсивной радиации толщиной тысячи километров, которую открыли в 1958 году. До полета этот пояс был хорошо известен, и любой человек, попавший в поле радиации, получил бы смертельную дозу облучения, которая бы убила его за несколько секунд. По этой причине все сегодняшние полеты проходят не далее 500 километров от поверхности Земли. Сами космонавты утверждают, что в космосе много радиации. Но как же тогда потом космические корабли стоят в музеях? Мир не может отойти после аварии на Фокусиме, после аварии Чернобыльской АЭС. А здесь слетал корабль в космос, и его ставят в музей, где его смотрят дети, и никакую радиацию он не излучает. Никакой опасности он не представляет для других. Может быть и радиации никакой нету? Насчет ракет, которые якобы взлетают в космодром, и летят куда-то вверх, якобы в космос. На самом деле ракеты, которые взлетают в космодром, либо взрываются при полете, чтобы не было видно этого взрыва, либо они за ступенями. Эти ракеты и космические модули падают на Землю или в воду. Нету ни одного видео, которое целиком нам показывает старт ракеты с космодрома и выход в космос. Я даже не говорил про выход на орбиту, а просто как ракета летит в космосе. Такого видео нету. Либо какие-то обрывки, либо 15 секунд, либо как отделилась одна-две ступени и все. На этом видео заканчивается. Что нам свидетельствует о том, что дальше происходит либо падение ракеты, или скорее всего она взрывается. Сейчас вы можете увидеть космический корабль. Вы можете увидеть обшивку, которая из бумаги, скорее всего. Ну максимум она из брезента. Лунный модуль похож на сверток фольги. Видимо они решили сэкономить деньги. А мы знаем, что температура в космосе от 250 до 700 градусов. Это не моя теория, что в космосе 250 градусов выше нуля. Так говорят ученые. Вся эта тряпка, она просто обгорела бы. Я даже не говорил про металл, который так замечательно блестит. Металл бы тоже обгорел при таких высоких температурах. Посмотрите на обгоревшие квартиры или автомобили. И вы увидите, что краска под воздействием температуры отваливается. Не говоря уже о таких высоких температурах. 250, 350 или 500 градусов. Посмотрите на обратную сторону сковородки. И вы убедитесь в этом, что при высоких температурах начинает отлипать краска. А сейчас я предоставлю пару мест, где гравитация не действует. И таких мест очень много. Однажды во время прогулки мужчина почувствовал головокружение и заметил, что стрелка компаса начала вращаться без остановки с огромной скоростью. Ученый заинтересовался этой местностью и купил землю, на которой компас выделывал такие фокусы. Спустя время он построил в этом месте дом и начал приглашать всех желающих, чтобы посмотреть, какие здесь чудеса происходят. Эта вещь сразу разнеслась по всей Калифорнии. Посетители этого мистического места могли стоять и наклоняться под разными немыслимыми углами и при этом не падать. Вода здесь всегда течет вверх. А если бросить мяч на эту доску, то он покатится вверх. У горы Арагат на западе Армении, где-то в 30 километров от границы с Турцией, сюда приезжают тысячи туристов. Все они останавливаются у подножия горы и наблюдают, как их автомобиль сам с заглушенным двигателем начинает катиться вверх. Река здесь также течет снизу наверх. Пешеходы говорят, что в гору идти гораздо легче, чем спускаться с нее. Удивительно, но гравитация в этой местности почему-то не действует. И это до сих пор остается загадкой для ученых. В канадской провинции Нью-Брансуик есть один интересный холм, где происходят весьма странные вещи. Вот посмотрите, в этом загадочном месте совершенно не действует сила притяжения. Все автомобили, которые оказываются на этой дороге, начинают внезапно катиться наверх. И стало это заметно только с появлением самих автомобилей, где-то в 1930-х годах. Плотина Гувера, стоя на вершине огромного сооружения, попробуйте вылить воду из бутылки вниз. Вода не польется вниз, как это обычно бывает, а наоборот, стремительно полетит вверх. А сейчас вы видите водопад, вода которого течет снизу вверх. Такие подобные аномалии встречаются очень часто. А сейчас вы видите, как один дядя взвешивает очень тяжелый груз. Он его еле поднимает. Потом они этому механизму придают движение. Они дрель посоединили и начинают раскручивать диск. Ну и соответственно, уже гравитация на этот тяжелый вес не действует. Вот вам и гравитация. Тяжелый вес, который весит больше 10 килограмм, пожилой человек поднимает с одной рукой. Спрашивается, куда делся вес? Ученые изобрели такой кубик, который за счет вращения не подчиняется закону гравитации. В первой части мы говорили, почему на фотографиях космоса не видно звезд. Однако на современных видеороликах МКС они решили эту проблему и начали вставлять звезды. И на всех снимках нет ни одного созвездия, как это мы видим с Земли. И кстати, здесь видно Солнце и звезды, а днем никогда не видно звезд. Шароверы говорят, что все крутится, Земля крутится, все летит за Солнцем, Солнечная система вся крутится, звезды вращаются. Но почему тогда не меняются созвездия? Тысячелетиями звезды не меняются. На самом деле, звезды находятся за внешней стороной купола. И Луна в том числе. Это светильник, который прикреплен к внешней стороне купола. Но это не точно, что Луна находится за куполом. Этот земной купол пробить ничем невозможно. Ни ракетой, ничем. Туда невозможно никак полететь. Невозможно полететь на Луну или на Марс, или на любую другую планету. Уже давно полетели бы, и вопрос тут не в деньгах, а в технических возможностях, что ни один летательный аппарат не может вырваться за пределами земного купола. И Луна находится по внешнюю сторону этого земного купола. И служит нам лишь фонарем для освещения. Если бы вся солнечная система вращалась бы, земля бы была шарообразна, то полярная звезда не висела бы постоянно над Арктикой. Почему если все звезды кружатся, то полярная звезда все время находится над Арктикой? Она бы сдвинулась неминуемо. Нам по телевизору показывают, как все предметы, в том числе еда, летают в невесомости. Они там едят, но еда бы не прошла по пищеводу в желудок. Их должно тошнить. Пищеварительная система должна вообще работать по-другому. Однако у них никаких проблем не возникает. Такое впечатление, что это не МКС, а музыкальная студия. Но это вообще атрибут, без которого в космосе не обойтись. Там, где считается каждый грамм. А для чего им аж три елки? Это же лишний груз. Здесь они празднуют Хэллоуин. Без этого тоже не обойтись. Вот такие грузы космонавты берут с собой на якобы МКС. Прямо как в детском саду. Мне интересно, что они делают с игрушками. Вот какие у них доказательства глобуса. Все мы тысячу раз видели карту мира. Но что если этот котик, играющий с Австралией, искаженная карта? И Россия не такая огромная, как мы думаем. Это известный фламандский картограф и географ Герет Кремер, он же и Герет Миркакур, в латинской версии. Именно он впервые применил равноугольную цилиндрическую проекцию навигационной карты мира в 1569 году. Как получилась такая проекция? Если говорить простыми словами, картограф сделал на поверхности глобуса надрезы севера и юга и положил ее в таком виде на плоскость. Затем дорисовал картинки между разрезами. В итоге северные и южные районы растянулись, а территории на акваторе остались такими же. Даже в школе говорили, что карта искаженная. Совершенно очевидно, что Россия в два раза больше и шире Африки. Но на самом деле, Африка больше России шириной примерно на 500 километров. Так что велика Россия, но Африка все равно больше. Однако Россия все же остается самой большой страной. Так как Африка это не страна, а материк, состоящий из многих стран. Этот принцип относится ко всем остальным странам. Большинство современных карт не отражают реальных размеров и расстояний, если они находятся севернее и лишнее экватора. Земли, которые находятся в северном и южном полушарии, в реальности меньше, чем это видно на картах проекции Меркакара, созданных в течение последних нескольких столетий. Как вам такой глобальный заговор? Особенно сильно искажены северные регионы. И это искажение тем больше, тем северные расположены территории. Еще один замечательный пример это Гренландия. Посмотрите, какая она огромная. На этой территории может поместиться две Австралии. Гренландия зрительно даже больше, чем Африка. Так почему Австралия с Африкой это континенты? Гренландия считается островом. Или, например, Индия и Монголия почти одинаковые по размеру. Но на самом деле Индия более чем в два раза крупнее Монгольки. А вот как выглядит Канада в реальности. Например, по сравнению с Бразилией. А сейчас вы видите панораму Земли с высоты космического полета. Только без искажения. Позже вы увидите Солнце маленького размера. Это означает, что этот видеоролик снят был днем. А днем вы никогда не увидите звезд. Поэтому их не видно. А на снимках МКС не видно звезд даже ночью. И бывает, что видны звезды днем. И звезды не имеют никакого созвездия. А чаще всего снимают настоящую панораму Земли только с эффектом рыбьего глаза. Этот эффект искривляет Землю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова